В Англии велосипедист был вынужден остановиться, чтобы запечатлеть на поле весьма впечатляющую картину. Поначалу мужчина испугался, решив, что стадо овец находится под контролем инопланетного разума. Он вспомнил о таинственных кругах, которые появились на полях в Англии в 90-х. К счастью, велосипедист вовремя сообразил сделать снимок необычного явления. Мужчина признался, что это было очень красиво, но вместе с тем очень жутко. Это все включено, ну и продолжаем, но теперь про людей. Плохие новости не приходят одни. В понедельник вечером после нескольких дней обсуждения российские власти все же приняли решение закрыть авиасообщение с Турцией. Ну и заодно с Танзанией. Таким образом, долгие переговоры министра по туризму и главы МИДа Турции, которые они вели целый день в Москве, кончились полным провалом. А надежды российского и турецкого бизнеса, которые вроде бы затеплились к вечеру понедельника, неожиданно рухнули. О закрытии Турции и Танзании вечером 12 апреля заявила на брифинге вице-премьер Российской Федерации, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Будут приостановлены как чартерные, так и регулярные рейсы. Туроператоры должны будут приостановить продажу туров. Туристам, купившим тур с вылетом до 1 июня, чиновник рекомендует изменить направление отдыха на то, которое открыто. А туристам, которые в данный момент находятся в Турции, будет предоставлена возможность либо продолжить отдых, либо досрочно вылететь домой вывозными рейсами. Кэшбэк планируют распространить на автопутешествия. С предложением включить в программу туристического кэшбэка аренду автодомов выступила Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга. По подсчетам, правильно я сказала? По подсчетам инициаторов предложения это может принести в бюджет государства в ближайшие два года более 500 миллионов рублей. Письмо с предложением было направлено на имя руководителя Ростуризма Зарины Дагузовой, пишет российская газета. Пока в организации никак не прокомментировали это предложение. Сотрудники Ростуризма сейчас прорабатывают возможность распространения кэшбэка на год для студентов. Авторы инициативы считают, что в России существуют перспективы развития автотуризма. Помимо более трех тысяч автодомов, в стране зарегистрировано более 50 миллионов владельцев транспортных средств. Аэрофлот, у которого почти 25% пар космолетов простаивали из-за запрета полета за рубеж, решил перенаправить их на российские черноморские курорты. Количество рейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик вырастет в 2-4 раза, пишет РБК. У авиакомпании ранее значительная часть доходов приходилась на полеты за рубеж. Получил 123 миллиард рублей чистого убытка на фоне приостановки рейсов из-за коронавируса. Оператор визовых центров Хорватии начал прием документов на туристические визы в 19 городах России, в том числе и в Красноярске. Вместе с обычным пакетом документов туристы теперь должны предоставлять подтверждение оплаты проживания в стране, сообщает Интерфакс. Власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но а также китайскими и российской спутник ВИ. Как уточнялось, иностранные граждане с прививкой могут въехать в Хорватию спустя 2 недели после получения второй дозы вакцины. Гномик ушел, то он страдал. Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян, об этом сообщило российский МИД. Уточняется, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября этого года. Россияне могут въезжать, пересекать территорию и прибывать в Черногории до 90 дней при наличии загранпаспорта. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы. Также в МИД указали, что из-за пандемии коронавируса порядок въезда в валканскую страну может измениться. Не видно там было, что я ногу стала чесать? Тунис предлагает вместе с нашей страной созвать международный форум для оценки мер, предпринятых в борьбе с короной в настоящее время и в будущем. Ну а пока Тунисская Республика открыла границы для российских туристов и запросила дополнительные дозы вакцины «Спутник Ви», которые хорошо принимаются населением. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на тунисских чиновников, находящихся в Москве на переговорах. Напомним, что власти Туниса готовы принимать организованных российских туристов уже с 19 апреля. Сейчас немного новостей со всего света. В Германии самая длинная игрушечная железная дорога в мире снова попала в книгу рекордов Гиннесса за самую долгую мелодию, сыгранную моделью поезда. Создатель этого выдающегося экспоната рассказал, что в отсутствии клиентов из-за пандемии у него было много-много свободного времени. Он использовал данный период, чтобы воплотить в жизнь свои самые безумные идеи. Одним из таких проектов оказалась композиция, которая воспроизводится благодаря тому, что локомотив с установленными по его бортам молоточками проезжает между двух рядов стеклянных бокалов. При соприкосновении с колотушками каждый фужер издает свою ноту, из чего складывает цельный музыкальный мотив. В общей сложности вдоль рельсов расставлено 2840 стаканов. Жительница Каира шила самую длинную в мире фату и попала тоже в книгу рекордов Гиннесса. Мария Пороскева создала свадебный головной убор длиной почти 7 тысяч метров. В детстве я всегда мечтала побить рекорд Гиннесса по самой длинной фате. Мне понадобилось около 6 часов и 30 добровольцев для того, чтобы развернуть кружевную вуаль на всю длину. Видео набрало более 25 тысяч лайков. Вы смотрели все включено, не расстраивайтесь по поводу Турции, еще успеем там побывать. Ну а пока планируйте отдых заранее на наших российских курортах и запасайтесь деньгами.